Сегодня утром я обнаружила на фейсбуке, в паблике «Южницкая милиция», наши отчеты «Южницкая милиция» публикуются, небольшой пост, достаточно информативный. Ну, я приблизительно понимаю, откуда там ноги растут, тут такой точной информации нет, но что такое ТРК, я понимаю, и к чему это имеет отношение тоже. Значит, здесь написано о том, что у 19 сичня, все в уроку. У тебя на странице? У меня на страничке, если можно, можно показать, оно там открыто. Да, ну такой маленький он, я его, мабуть, чуть-чуть увеличить. Вот так, да. До червого частини Южницкого МВГ УБС України в Одеській області надійшло 4 повідомления громадян про правопорушення та інші події. У тому числі, одне з ознаками кримінального вчинку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, це не про що не говорить, але так тут написано ще тако, о 12.10. По телефону надійшло повідомлення журналіста телерадіокампанії, яка працює на території міста про те, що його не допускають в приміщення державної установи, де відбувається засідання власників квартир, отриманих за державною програмою. «За вказаним фактом розпочато кримінальне впровадження, така та частина такої-то статті, кака України, самоправство. Проводиться перевірка, встановлюються обставини події». Ну, в общем, що сказати. Із источників, які є і офіціальними, і неофіціальними, після того, як все це я прочитала, я поняла, що імеється тут в віду, значить, відбувала інтересна така ситуація. Воскресенье. Вчера, тобто в первій половині дня, ну, явно до 12 дня ще, тобто це з утра, в исполкомі збувало засідання совладельців дому, який має відношення до нашого доступному житті, на якому присутствували люди, які є кураторами процесу, як я понимаю, Дмитрий Валерьевич Любивий, там ще були члены правління, але далеко не все совладельці, а именно члены правління. Це вже інформація, яку я вже просто розкопала немножко. Сами члены правління даже не були в курсі о тому, що представителя ТРК Вильнахвиля, наскільки я понимаю, ну, якби це понятно, що це так, здесь це не написано, але я вже просто узнала зі своїх істочників, не пустили. Видимо, не пустили ще на якомусь там первому чи второму этажу, тобто вони це навіть не знали. Але знали, що потім прийшла милиція, було розбирательство, т.е. дуже така була шумна ситуація, скандальна произошла. Як я поняла із того, що мені розказали, о том, що там відбувалося і чому в воскресенье, то вопрос розсматривався о передачі полномочій цим совладельцям от застройщиків. Ну, якось так. В общем, то, що інформація цей владеє на 100% Дмитрий Валерьевич Любивий, я більш чем уверена. І просто можна було б... Ну, якщо мені просто МТС-а немає, зараз позвонити, мені спробуватись, що там відбувало, чому в воскресенье... В принципі, вони там підписували якісь буваги. Не всі їх підписували, хто приймав участь у цій дискусії. Чому це відбувалося вече, в воскресенье, в исполкомі... Вечі, я имею в виду, вечі, як образ, такий синод тайний. Почему це було с утра в воскресенье, непонятно. Нікому, в принципі, як я поняла, це було непонятно. Але треба просто це вяснити, мені кажуть. Тому що тема дуже інтересна. Або все, що касається цього вопроса, покрито мраком і тайною. І люди, які мають відношення, і к цьому колективу, совладельців, і просто те, хто не к правлению і має відношення, а в принципі, купили там квартиру, все ж недовольні і ждуть, коли, наконец-то, ми вже будемо відкрито говорити об цих проблемах. Але поки що дуже складно з первоисточником зв'язатися. Проблема умалчивається як-то. І теж, що говорити, на цій же страниці на Фейсбуці недавно була інформація о тому, що були на третьому етажу розбиті стекла в квартирі, т.е. дом ще не... Дмитрий Валерьевич, ми зараз в ефірі обсуждаємо вопрос, который на ситуации случилось в воскресенье з ТРК Вильнахвиле. Ви готовы прокомментировать? А там милиція приходила. Ну, да, в воскресенье, выходной день. Ну, пару слов по поводу этого заседания. Можете сказати? Нам сказали о том, що ви присутували. малиція. 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 Хорошо, спасибо, Дмитрий Валерьевич. До свидания. Значит, я не включила громкую связь, потому что, ну, так не очень хорошо, без предупреждения, но ситуация такова. Дмитрий Валерьевич на заседании не был, он просто пришел в воскресенье, действительно, был в здании исполкома, но к заседанию правления отношения не имели. То есть они сами самозахват осуществили? Нет, но дело в том, что они имеют право на это, и даже мы, как общественная организация, имеем право, если написать заявление, что мы хотим провести заседание в такое-то время, и, в принципе, нам не имеют права отказать. То, что касается выходного дня, я как бы впервые с таким сталкиваюсь, но можно будет у юристов уточнить, насколько правомочны такие заседания, и, ну, в принципе, это их внутренние заседания, насколько мне понятно. Передача каких-то полномочий там и так далее. Ну, то есть, неизвестно. Ты связывалась с представителями ТРК Вильнахвыли? Нет, с представителями ТРК Вильнахвыли я не связывалась, нет, вот этого я не сделала сегодня. Но, в принципе, если заседание проходит в публичном месте, а исполком мы можем назвать публичное место, даже если это выходной день, то запретить журналистам на нем присутствовать? По закону не имеют права. По закону не имеют права. Точно так же мне сказали в милиции, что, как бы, ну, все-таки в юридическом образовании, точно так же сказали, что они общались, и в том числе и Дмитрием Валерьевичем, который случайно просто проходил. Проходил. Он, например, мимо из полкома и зашел на заседание, или как, не знаю, там где-то, ну, где-то он был, видимо, он знает об этой ситуации. Общались, как бы, и, ну, объясняли, что так делать нельзя, что запрещать журналистам освещать определенные заседания нельзя, но уже было в публичном месте, и, так сказать, не в закрытом формате наверняка, как бы, это ж не какая-то там закрытая депутатская комиссия. Да и, собственно говоря, их и не бывает по факту таковых. Ну, в общем, такая интересная история. Ну, в этой истории, я думаю, что нам надо будет разобраться, написать материал отдельный, хотя, конечно, хотелось бы получить комментарии от тех, кто там присутствовал на этом заседании, и от представителей. Лена, здравствуй, мы в эфире сейчас обсуждаем вопрос ситуации, которая сложилась в ТРК Вильнахвыля вчера. Была ли ты вчера на заседании? Да. А ты можешь прокомментировать? Да, хорошо, я тогда включаю тебя. Сейчас у нас на связи Елена Полиненко, она председатель. Лен, скажи, пожалуйста, ты председатель чего? Председатель правления или ОСМД? Председатель правления. Председатель правления. Скажи, пожалуйста, что это за ситуация? Мы об этом узнали из паблика Южницкой милиции в Фейсбуке. Они публиковали эту информацию о том, что журналиста ТРК Вильнахвыля не пустили на заседание, которое у вас вчера проходило. Журналиста ТРК Вильнахвыля действительно не пустили на заседание. Во-первых, сейчас, секундочку, я сейчас в транспорт еду, я сейчас соображу, с чего начать. Но нам сказали, что это на вахте еще их не пустили. Где-то внизу. Да, по просьбе правления не пустили на вахте. Во-первых, это было заседание не органов власти, это всего лишь предоставилось в помещение на рассмотрение руководства, законавшего комитету. ОСББ «Тельфин» является общественной организацией, юридическим лицом, у которого есть свои определенные ограничения по доступу к информации, как у любого предприятия. В журналист ТРК Вильнахвыля нарушил законы по информации, плюс сама компания информацию о прошлом собрании предоставила, сказать, с точки зрения журналистской этики с большими нарушениями. Она свое субъективное мнение высказала, причем повредив репутации правления. Соответственно, управление вынесло на общее распределение и проголосовало единогласно, 65% из всех жильцов голосовали за отсутствие этой телекомпании на заседании. То есть это не самовольное решение, это абсолютно законное решение. Зарегистрированная видеосъемка делась управлением не СМИ, управлением делась видеосъемкой. Это все у нас записано, есть документы, есть протокол, есть подпись жильцов. Эти же документы есть в милиции. Ну, в законе об информации есть и другая статья, которая говорит о том, что если происходит любое мероприятие, даже правление или же органы власти в публичном месте... Значит, статья 21 закона информации, это была информация с ограниченным доступом. Во-первых, у нас там были в открытом виде персональные данные жильцов, заключались дальнейшие соглашения об обслуживании дома, были данные как-то по паспортов, кодов, инвестиционных, прав собственности, обсуждались вопросы, связанные, как бы, имеющие определенную кондициональность. А представители... Значит, статья 94 цивильного кодекса Украины, особо не имеют новые права юридической особи, ОСБП «Дельфильник» является юридическим лицом, имеет право на недоторганность делового репрессива, таемницу корреспонденции, та информацию, та инши особо не имеют новые права, которые может ей налажать. Это все у нас тоже протокольно заверено. А представители власти были на этом заседании? Представителей власти на этом заседании не было. Представителей других СМИ тоже не было. Ни печатных, ни телевизионных, никаких представителей не было. Велается, единственное, что велается, это видеосъемка самим ОСБП. Ты сказала о том, что в прошлый раз они осветили как-то необъективно. А вы не планировали в суд обратиться? Ну, мне кажется, что это было бы более логично в таком случае, потому что вы приняли решение запретить журналисту присутствовать на ваших заседаниях. И что, это касается только ТРК, или мы тоже не имеем права к вам прийти? Нет, это касается исключительно ТРК Вильнахвыда. Понятно. Ясно. Спасибо большое, Лена, что прокомментировала. Извини, что так врасплох мы тебя застали. Но, в принципе, ответ достаточно. Я всегда готова. Спасибо. Спасибо, Лена. Вот такова ситуация. То есть мы получили комментарии уже от представителей правления. Получим еще комментарии и напишем об этом материал. Получим от ТРК Вильнахвыля. Я думаю, что они тоже на это дело отреагируют.